Вместо воркаут-площадки техника и перекопы. Еще пару недель назад в парке спорта была зона с турниками, брусьями и шведской стенкой. Недавно Григорий и его друзья обнаружили такую картину. По словам парня, это была лучшая специализированная воркаут-площадка в городе. Здесь занимались и спортсмены, и любители. Теперь, говорит Григорий, и заниматься-то больше негде. Есть советские площадки, у нас их не так много. И есть также во дворах. Сейчас начали строиться в новых районах турники, но опять же в них есть такой минус в том, что люди как будто их ставят для галочки. Не для того, чтобы на них занимались. Потому что я смотрел и приходил на некоторые площадки, все поставлено очень криво, где-то вообще как будто на отвали ставили. Кто и зачем демонтировал площадку? На этот вопрос нам ответили в дирекции парка спорта. Управляющий парком заверил, переживать за судьбу воркаут-зоны не стоит. На территории парка сейчас проводят капитальный ремонт тепловых сетей. Из-за этого площадку на время пришлось демонтировать. Площадка оказалась рядом с ремонтными работами, поэтому площадку мы демонтировали. Надеемся, что в ближайший месяц мы ее обратно вернем и снова все смогут заниматься спортом. Понимаем, люди ходят, обращаются, мои объявления писали в соцсетях. Но, к сожалению, не от нас зависит. А пока парни продолжают мечтать о современных площадках в городе и с нетерпением ждут, когда хотя бы вернется воркаут-зона в парке спорта. Кстати, ее обещают вернуть на прежнее место и, возможно, уже в июне. Вообще, я считаю, что в каждом дворе должна быть хотя бы какое-то минимальное оборудование, чтобы люди, как минимум, проходя мимо, видя, что там кто-то занимается, они могли тоже начать как-то в это вливаться. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.